здравствуйте коллеги с вами вновь андрей погудин самый главный вопрос для предпринимателя после выбора места где взять деньги на открытие магазина хорошо если вы накопили нужную сумму а если нет остается три варианта попросить в долг у друзей или родственников найти инвестора или взять кредит в банке когда я развивал свою сеть пивных магазинов я выбрал третий вариант и сейчас я расскажу вам как взять кредит для и п и что гораздо более важно как его отдать скажу сразу банки неохотно дают кредиты предпринимателям тем более без залога и в принципе это понятно ведь из той же декларации по вмененке не увидишь какая у вас реальная выручка свое время когда я открывал новую точку я брал кредиты под 40 процентов годовых когда простым работягам выдают под 15 20 это только один из пяти банков одобрял мне выдачу это сейчас когда я погасил все свои кредиты мне чуть ли не каждую неделю звонят из банков где я когда-либо кредитовался андрей геннадьевич вы у нас лучший клиент у нас для вас есть персональное предложение но кей говорю какой конкретно срок сколько сумма конкретно какие проценты у девушки ломается скрипт в голове и она начинает мямлить ну до трех лет до трехсот тысяч от 15 процентов и какое же это персональное предложение придешь к вам в банк заполнишь заявку простоишь очередь они еще могут и не одобрить это лучшему клиенту как показывает мой опыт и п проще оформить кредитную карту у меня в свое время их было штук семь но здесь банк определяет сколько вам положить на нее денег зато на карте ежемесячные выплаты меньше чем по кредиту по договору они фиксированы а по карте вы обычно обязаны заплатить определенный процент от суммы долга обычно это пять процентов также по карте есть срок в течение которого банк не начисляет вам проценты на сумму долга обычно это от месяца до 3 единственный минус практически всех карт при обналичке банк снимает вас какой-то небольшой процент а вот кредит вам выдают сразу на руки поэтому карточкой проще платить по безналу первая проблема кредит взять вторая проблема кредит отдать в бизнесе никто не даст вам стопроцентной гарантии успеха давайте я расскажу вам сейчас историю одного моего знакомого предпринимателя которая возможно поможет вам если вы сидите по уши в долгах и так мой товарищ набрал в банках почти 2 миллиона рублей кредитов и платил каждый месяц по 70 тысяч рублей в принципе бизнес у него шел в гору просрочек по платежам не было а тут еще его маме банк предложил новый кредит почти на те же 2 миллиона рублей и уже под 15 или 18 процентов годовых кстати тот первый момент который я совсем не понимаю предприниматель имеет успешный бизнес но кредитов банк ему не дает а вот пенсионерки пожалуйста правда у его мамы была в собственности квартира но залог банки не оформлял мой знакомый сел посчитал конечно под такие проценты кредитоваться выгоднее взяли они с его мамой кредит он отдал все свои задолженности и стал платить не 70 тысяч в месяц а всего 40 кредитовали их по моему на 7 лет все шло замечательно целый год мой приятель исправно платил по кредиту а потом грянул кризис его бизнесе выручки стали меньше платить за кредит стало нечем квартиру они с мамы быстро переписали началась история со звонками а вскоре банк подал в суд суд естественно присудил пенсионерки выплачивать весь кредит но без остальных процентов приставы не стали из церемонии со женщиной и стали отнимать ее ровно половину пенсии что составило около 10 тысяч рублей с одной стороны бедную пенсионерку официально сделали еще беднее но с другой стороны ее сын вздохнул свободнее и теперь платит банку не 70 не 40 тысяч отдает своей матери десятку в месяц не знаю сколько они там в итоге по времени будут платить но по кредиту они отдали 3 миллиона за 7 лет а так всего полтора это лет за 12 кому-то эта история поможет но я все-таки призываю вас трезво рассчитывать свои силы и возможности а не брать бездумно кредиты тогда вы и нервы сохраните и бизнес откроете подписывайтесь на мой канал и ставьте большой палец вверх если вам понравилось это видео и больших проливов вам господа а